Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о литовской пенсии. Я хочу посчитать, сколько денег за жизнь мы заплатим в пенсионный фонд и сколько денег он нам вернет. Перед вами таблица средней продолжительности жизни в Литве у мужчин и женщин, которая составляет 71 год и 81 год у женщин. Средняя пенсия на 2019 год при имеющемся обязательном стаже рабочим составляла 364 евро 97 центов, а средняя зарплата составляла 1306 евро 30 центов. Перед тем, как начать подсчеты, я хочу еще немножко рассказать о пенсии. Есть такие интересные данные за 2018 год, где средняя зарплата была 927 евро 80 центов и пенсия средняя была 337 евро 55 центов. Пенсия составляла 36,4% от средней заработной платы. Есть еще такая интересная таблица. Это какой процент жителей получали какую пенсию. Мы видим, что здесь больше всего 230 тысяч человек, пенсионеров, получали пенсию от 200 до 300 евро. До 200 евро получали пенсию 52 тысячи человек. Соответственно, 300-400 евро получали 190 тысяч человек, 60 тысяч человек получали 400-500 евро, 14600-700 евро, 2500 человек, 700-800 евро, 800 и больше 1200 человек. И там же есть статистики, что больше 1000 евро получало только 80 человек. Есть также интересный расчет. При зарплате 5681 евро на бумаге, 3437 евро на руки, имеющемся стаже 31 год, пенсия составляла бы 710 евро 19 центов на руки, и что являлось бы одной пятой частью от заработка. Еще также в 2019 году обязательный стаж составлял 31 год, в 2027 году он будет составлять 35 лет. В фонд социального страхования мы платим 12,5%. Я находил данные, сейчас где-то их потерял, что где-то 9% из этих 12 идет непосредственно в пенсию, а 4% по-моему идет на выплаты по безработице. Вот если не так, ребята, меня поправьте, но по-моему там такая была статистика. Так что мы будем брать цифры 9%. А теперь давайте считать, сколько денег за жизнь мы платим в пенсионный фонд. Мы берем зарплату среднюю 1306 евро 30 центов, умножаем на 9% и получается 117 евро 56 центов. Умножаем это на 12 и умножаем на обязательный стаж 35 лет. Получается 49 378 евро. Мы заплатим за всю жизнь в пенсионный фонд при средней зарплате. А теперь сколько денег вернет нам пенсионный фонд, когда мы выйдем на пенсию. В этом плане мужчинам не повезло больше, потому что они живут на 10 лет меньше. И на пенсии они проживут только 6 лет. Итак, считаем. Средняя пенсия, которая составляет 364 евро 97 центов, умножаем на 12 и умножаем на 6 лет. Получается 26 277 евро возвращает нам пенсионный фонд. Получается, мужчины переплачивают 23 000 евро в пенсионный фонд. Что касается женщин, мы берем среднюю пенсию 364,97, умножаем на 12 и умножаем на 16 лет. Женщинам возвращается 70 074 евро. Если брать общие показатели и сложить, то получится 26 277,84 равно 96 352 евро возвращает в пенсионный фонд мужчине и женщине. Получает пенсионный фонд 98 756 евро. Получается на 2000 больше в среднем показатель. Но опять же, здесь идет такое неравенство небольшое, что мужчины почти 30 000 не достают пенсии, а женщинам эту пенсию переплачивают. Как вы думаете, нужны какие-либо изменения в подсчетах пенсии для мужчин, для женщин отдельно? Или все-таки лучше брать средний показатель, как он есть сейчас? Вот такие вот были интересные подсчеты. Пишите свое мнение в комментариях. Будет интересно почитать. А пока что спасибо всем за просмотр. Всем всего хорошего.